Механолисты интересно показали вот такой вариант, граффити. И обращает внимание то, что мы там наблюдаем покрепные способства, правильные запроженные фигуры, разумные политические лозунги, разумно сформулированные, я не боюсь, они хорошие, они плохие. Я невольно сравниваю граффити, которые я достаточно много вижу в Казани, в Москве, иногда в Санкт-Петербурге. И вот наши граффити это большая и большая часть просто средства беспрегментного самовыражения, либо это фанаты спортивные, либо привитивные националистические знания. Вот можно так компартилистски сказать, что граффити, как эта сообразность в Востоке, она находится на более высоком уровне. Я занимался в экспедиции в Йемене, занимался наскальными надписями, которые, так сказать, как бы и древние, и граффити, потому что надписи на торговых путях, поэтому меня всегда это очень интересовало. И помню, как-то прямо после Йемена я приехал в Рим и стал ходить по Риму и, значит, читать, изучать, а в Риме там полно всех этих надписей. Там все надписи тоже были очень политические, иногда фанатов разных групп, но в основном политические, там коммунисты, некоммунисты, все. И я даже как-то мне, как человеку, выросшему в Советском Союзе, было видно, а где же вот они там матерные всякие, хулиганские. Ну, нашел с большим трудом в туалете Римского университета, что-то такое нашел. Но вот действительно так поражало, нет. Приехал домой, все нормально, все совершенно, самовыражение ужасное. Это действительно есть, и если сравнивать, правда, не дай бог нам еще много политических лозунгов на стенках, тогда будет совсем худо. Но есть у нас, нету этой вот традиции, она только появляется писать нечто серьезное. Вот хорошо это или плохо, я не знаю. Оно действительно вот такое некое различие самовыражения или выражения обращения к публике. Я думаю, что это психологические две вещи, потому что вот эти все лозунги политические, они обращены к людям. А когда ты сам что-то пишешь там, это, в общем, для себя самого. Ну, тут много очень интересных на самом деле вещей, так же, как и в древности. Почему люди писали свои имена на камнях, как бы просто Вася был здесь, а вот почему Вася здесь написал, а не там, и почему у него здесь было время писать на камне, а там где-то не было. И Вася, он пришел откуда, из какой части. Ну, в Аравии там очень прослеживается в Йемене появление арабских имен среди древнееменских и всякое остальное. Так что тут есть сюжеты для размышлений и исследований.